10 сентября состоятся выборы губернатора Рязанской области. Сейчас внутри партии идет активная работа по определению кандидатов. Напомним, что на прошлой неделе первым со своим кандидатом определилось региональное отделение партии «Единая Россия». 14 июня на конференции путем предварительного партийного голосования большинством голосов был выбран Николай Любимов. На следующий день участники конференции Рязанского регионального отделения «Справедливой России» для участия в выборы губернатора Рязанской области выдвинули председателя организации депутата областной думы Сергея Пупкова. Решение об участии партии «Роста» в предстоящей избирательной кампании было принято на съезде партии, который прошел в субботу 17 июня в Москве. Там же был определен кандидат от партии, им стала Александра Перехватова. В минувшие выходные со своим кандидатом определилось и Рязанское отделение КПРФ. Подробности в материале Галины Ершовой. 17 июня в гостинице «Лович» состоялась 41-я конференция Рязанского областного отделения Коммунистической партии России. В ней приняли участие 54 делегаты из различных районов Рязанской области. На конференции обсудили ряд важных вопросов. Среди них задачи обкомов и райкомов на будущий год, а также одобрили программу КПРФ, с которой партия пойдет на выборы. В ней учтены актуальные для региона вопросы развития образования, дорожной сферы и ЖКХ, а также социально-политического устройства. В каждом районе и городе своя специфика. Вот, например, в Чучковском районе есть угроза возможного закрытия районной больницы, фактически единственного медицинского пункта в районе. А в Рязанском районе это отсутствие обещанного строительства медпунктов Турлатова. Но я думаю, что каждый секретарь сможет вспомнить одну-две такие проблемы. Главной же темой стало выдвижение кандидатуры на пост губернатора Рязанской области. Было предложено три кандидата. Обком партии выдвинул депутата городской думы Евелину Волкову, опытного и инициативного человека, знакомого с политической борьбой. Также были выдвинуты член партии Андрей Любимов и лидер рязанских коммунистов Владимир Федоткин. Однако последний взял самоотвод в пользу Евелины Николаевны. У нас есть реальная программа возрождения рязанщины. Мы считаем, что когда люди узнают, что за день у человека стоит большая команда и просто партия, а команда из обязательств и профессионалов, многое, как и самая личная, будет приниматься более серьезно и больше будет шансов на украине. Таким образом, в бланк для тайного голосования были внесены две фамилии. Сторонники и противники нашлись у каждого кандидата, поэтому прийти к общему решению участникам конференции не удалось. В голосовании принимали участие 54 делегата. 27 из них поддержали Евелину Волкову и 27 Андрея Любимова. Последовала повторная процедура выдвижения и переголосования. В нем приняли участие уже 53 делегата. Однако один бюллетень оказался испорчен. При подшипе голосов установлены следующие результаты голосования. Волкова Евелина Николаевна 25 за, Любимов Андрей Вячеславович 27 за. постановили в результате закрытого тайного голосования кандидатом на должность губернатора Рязанской области от Рязанского областного отделения политической партии и коммунистической партии Российской Федерации и избрана Любимова Андрея Вячеславовича. Напомним, что выборы на должность губернатора Рязанской области пройдут 10 сентября. 18 июня в Рязани состоялась внеочередная конференция регионального отделения ЛДПР. Участие в ней приняли 46 делегатов, представляющих 19 местных отделений Либеральной демократической партии России. Главным вопросом повестки дня стало выдвижение кандидата на пост губернатора Рязанской области. Кандидатом от партии ЛДПР стал депутат Госдумы Александр Шерин, в прошлом много лет возглавлявший региональное отделение партии. Делегаты поддержали это решение, участие в голосовании приняли 45 человек, из них 44 проголосовали за Шерина, один против. Делегатам конференции Александр Шерин представил программу, с которой пойдет на выборы. Программа под названием «Вперед Рязань». Она включает в себя 12 позиций, в том числе административную и территориальную реформы, планы привлечения инвестиций, развитие туристического кластера. В частности, депутат планирует формирование коалиционного правительства, кадровую чистку чиновничьего аппарата, возврат прямых выборов глав муниципалитетов и объединение районных и городских администраций. Все кадровые назначения на ключевые должности в правительстве Лизанской области и в мэриях городов будут производиться только путем проведения максимально открытых публичных конкурсов с онлайн-трансляцией в интернете, осуществления жесткого партийного и общественного контроля за данными конкурсами. Согласно программе, решение актуальных для региона вопросов социально-экономического плана будет дорабатываться с учетом мнения жителей. Вопрос номер один – это доступность медицины бесплатной и высокотехнологичной на территории всей Рязанской области. И мы считаем, что необходимо привлекать иногородних, в том числе пациентов, для того, чтобы они приезжали в Рязанскую область получать высокотехнологичную медицинскую помощь, платили за это деньги в Рязанский областной бюджет, а за счет этих средств мы можем, в том числе, обеспечивать бесплатной медициной наших жителей. Александр Шерин заседает в Госдуме с 2014 года. В 2012 году он участвовал в выборах губернатора Рязанской области, набрав 9% голосов и заняв третье место.